Всем привет! Думать полезно и это бесспорно. Думать полезно это передача для тех, кто любит умственную гимнастику, для тех, кто дискутирует, спорит, а самое главное делает вывод. Мой сегодняшний гость, преподаватель Винницкого университета, руководитель Freedom House, Витис Юрконис, Витис Лабадена. Лабадена. Рад видеть. Давайте начнем с свежих событий. Итак, Москва, Кремль, Красная площадь. Создается ощущение у многих, что все-таки 9 мая для Путина это не день победы, скорее это день неких разочарований. Разделяйте эту точку зрения. Ну, этот конкретный день, я думаю, что и то, что творится в фронте Украины, то есть я думаю, что много там разочарований не по плану, как говорится, да. И потому, что вышел там один танк, проехал Красной площадью, то есть это тоже показатель по сравнению с тем, что было, ну, международное присутствие тоже. Если было такое событие, где ты мог манипулировать Второй мировой войне и приглашать каких-то международных гостей, то сейчас тоже не особо есть. Ну, то есть по всем фронтам ситуация нехорошая, но также, я думаю, что очень может ввести в некое заблуждение, если мы только наблюдаем это как некий фильм и очень радуемся. Ну, то есть надо не только смотреть, наблюдать, но также и действовать в плане того, особенно белорусам. То есть если смотрим на то, какое присутствие России в Беларуси, ну, то есть тут не может быть расчета, а это деньги, а я там зарабатываю, а там покупают наши товары и так далее. Потому что это углубляет вашу зависимость от России. И то есть, вот, видимо, Украина воюет, а вот белорусы и как воюют, ну, то есть есть часть, которая воюет из-за Украины и так далее. Но надо признать, что есть большой пласть людей и внутри системы, и среди населения, которые, ну, деньги не пахнет. Ну, то есть обстановка сейчас такова, что вот Европа с нами не особо контактирует, ну, значит, мы с Россией. К Беларусу мы еще вернемся, но вот выступление Путина, на самом деле, количественные показатели, они имеют смысл и значение, к ним мы тоже еще вернемся. Но вот ожидания-то были, что будет какой-то рапорт об успехах, но Бахмут... Да не особо есть чем похвастаться, но, то есть, ну, везде, в принципе, как мы и говорили, то есть даже предпосылок никаких нет. Ты можешь там вот расширяться, как пузырь, да, но, в принципе, один за другим вот пузырей там хлопнули, и ничего не вышло. И по поводу планов в Украине, и по поводу планов к 9 мая, да, захватить Бахмут и так далее, ну, то есть, да, нету. И, в принципе, потому Кремль и работает в плане больше там дезинформации, разделяя власть, то есть отвлечь внимание от всех-всех вещей, которые происходят внутри России, потому что изоляция международная только растет, санкции, как бы, они всегда будут говорить, что они не действуют, но они есть, потому что их надо и обходить, в Беларуси в этом тоже, как бы, участвуют чуток, да, так что, ну, что продавать населению не особо есть, да, действительно так. Ну, а теперь к количественным показателям. Да, можно сказать, что присутствие руководителей, правителей семей государств, того, что мы называем некоторым постсоветским пространством, это некий успех по отношению к предыдущему году, когда вообще никого не было на трибуне, был одинокий Путин. Вот это можно рассматривать как некий дипломатический успех? Или это, ну, вот это все, что может выжить Путин, используя все инструменты воздействия на этих людей? Ну, я как раз думаю, что те гости, которые были, как бы, и показывают ту зависимость. Те страны, которые наиболее зависимы, которые не совсем могли отказать раньше, еще было пространство там, ты можешь на ковидные ограничения какие-то там. Сейчас, наверняка, то есть, если мы смотрим на страны центральные, Азия, Армения, Беларусь и так далее, мы понимаем, что есть большое экономическое, энергетическое, как бы, зависимость, есть некоторые угрозы в плане безопасности. То есть, и одно, что, мне кажется, как бы, ни те гости, ни сам Кремль, как бы, не контролирует это гражданское общество. Я думаю, что урок 20-го года, ну, то есть, в Беларуси, он, как бы, тыкает пальцем, что ты можешь взаимодействовать с некоторыми руководителями. Ну, то есть, если население этого, как бы, не поддерживает, то есть, глубокое сотрудничество с Россией, то есть, может возникать проблема. И мы видели и до этого признаки этого с Арменией и так далее. Так что, это довольно хрупкое, и мы знаем, что Россия, конечно, думает, что население — это что-то такое, ну, которым можно манипулировать, зомбировать и так далее. Ну, в этом у них большая ошибка, но, как бы, это и вопрос гражданскому обществу. То есть, насколько они готовы сопротивляться, а не просто бежать. И мы видим и по примеру Беларуси, и по примеру России, что сейчас гражданское население, то есть, общество из-за репрессий, они эмигрировали. И это тоже, кстати, вопрос и утечку умов человеческого капитала, который серьезно, как бы, дает знать любым, там, и частному сектору, который остался. Так что, ну, да, были эти гости, но это такое, что, ну, если бы не было этих гостей, были бы какие-то другие, необязательно, там, президенты, премьеры этих стран. Ну, пропаганда все может раскрутить, я особого значения бы этому не придавал. Конечно, это такое пятнышко для каждого, который там приехал, но у нас, как бы, и нет, вроде бы, никаких сомнений по поводу того, где в плане сотрудничества с Россией находятся Лукашенко и официальный Минск. Ну, вот, одна из причин не поехать раньше, это был ковид, но это не сработало в ситуации с белорусским правителем. Как мы видим по кадрам, действительно, он представлял такое достаточно жалкое зрелище и действительно выглядел человеком очень больным, но даже вот эта болезнь, даже медицинская справка, они не избавили его от участия необходимости быть в это время рядом с Путиным. О чем это говорит? О лояльности первым делом. Другое, что мы сколько слышали всяких там слухов и так далее по поводу его здоровья. Были моменты, где он исчезал там на пару недель вообще из эфира и так далее. То есть, я думаю, что это никак не должно... То есть, мы, особенно белорусы, не могут быть только наблюдателями этих процессов. Кто-то порадовался, я видел в соцсетях много там всяких и мемов, и твитов по поводу того, «Вот, смотрите, уже там болен». И вспоминая там 10 лет тому назад, то же самое видели. Ну, то есть, вы готовы еще через 10 лет обсуждать здоровье Лукашенко? Или все-таки это вопрос, что мы, гражданское общество, может сделать, чтобы ситуация как бы поменялась, а не просто ждать, когда страница Лукашенко развернется сама? Ну, то есть, и в этом плане, мне кажется, действовать, дожимать и так далее важнее, чем просто вот обсуждаться в соцсетях, обсуждать в соцсетях, ожидая, что, ну, вот, может быть, и без нас что-то случится. Чаще всего, как бы, это не дает никаких там позитивных вещей. Ну, смотрим на другие страны, там, та же самая Куба, да, ну, Фиделя Кастро нету, и что? Ну, на самом-то деле, я думаю, что вот эти кадры, на самом деле, они имеют все-таки важное значение для людей, потому как у нас была история, которая называется «Советская история», да, и люди также, в общем-то, обсуждали и здоровье генерального секретаря, и многие плакали, а многие и радовались, поэтому это фактор психологический. Ты можешь что-то делать, да, когда ты видишь какое-то бессилие этой власти. Я свожу это к психологическому фактору. Он очень важный, когда лидер демонстрирует, условно говоря, Александр Лукашенко залезает на перекладину, делает шесть раз подъем-переворотом, да, это одна ситуация, и она действительно добивает людей, неважно, нигде, внутри страны или вне, она демонстрирует, что, ну, вот, золотой орешек в фиберже, и он крепкий. Поэтому я бы не сбрасывал со счетов вот этот психологический фактор. Окей, но психологический фактор имеет и то, что вопрос, контролируешь ты эти процессы или нет, можешь воздействовать или нет, потому что на другой стороне тоже есть много чего, как бы и усталость, и вплоть до депрессии и так далее, где настроение так себе. И если подбадривать только наблюдение и смотреть, вот как там измеряется температура у власти, то есть и не давать каких-то инструментариев и советов по поводу, а что ты конкретно можешь сделать в такой сложной ситуации, ну, то есть... Вот хороший вопрос. Вот рекомендации правозащитника и человека, который может наблюдать эту ситуацию со стороны. Что можно сделать в концлагере? Потому что то, что сегодня мы видим в Беларуси, это современный такой концлагерь. Разные бараки с разными парами. А не является это самооправданием, когда говорите... Потому что я разделяю точку зрения, что репрессии очень сильны, как никогда и так далее. Но когда говоришь концлагерь, это такое, что выглядит, ну, ничего не можно. И это очень нехороший сигнал в плане того, для тех, которые там внутри. Потому что другой сигнал есть, все должны бежать от концлагеря. Также другой сигнал международным донорам и странам и так далее. В Беларуси уже ничего невозможно. Работайте с диаспорой, работайте с людьми в Варшаве, в Праге, в Берлине и так далее. И человек, который еще сопротивляется системе, в условных барановичах, чувствует себя жутко одиноким. И этот психологический момент как раз вы создаете. Одиночество и так далее. Да, можно писать письма, да, можно делать акции солидарности в Вильнюсе, где ничего не грозит и так далее. Но это больше про себя, про свою успокаиваемость, что мы что-то делаем, мы как-то стараемся подрымливать. А вопрос, а как помогаете этому конкретному человеку? Я вопрос задал, на него нет ответа. Потому что я могу также сказать, что было некое время и Литва, и Латвия, и Эстония, и Беларусь находились в таком же лагере. И послания, которые были с Запада, они были какие? Держитесь там. Да, держитесь там. Это то, что есть и сейчас. Держитесь. Но вопрос, когда ты слышишь это из Лондона, из Берлина и так далее. От кого? Ну, там, от правительства и так далее. Это одно. Другое, когда ты слышишь от своих сограждан, которые как бы были частью гражданского общества, а сейчас говорят, держитесь там, ну, у нас тоже сложная ситуация, надо выживать и так далее. И вопрос, ну, и это тоже помогает помогать некоторым там, там, международным фондам, правительствам и так далее. То есть, конечно, сложнее сейчас работать в Беларуси, переводить деньги, как бы помогать тем людям, которые внутри. То есть, ну, вот, была же встреча диаспор недавно здесь, в Вильнюсе, да? И я как-то ожидал, что будет основной разговор про то, как люди соберутся. И, скажем, давайте мы будем донатить, мы соберем деньги и как-то будем обходными путями доходить до людей, которые внутри. А посыл, по крайней мере, то, что видел там в соцсетях, как результат, был больше не про то, как подрымливать людей, которые внутри, а как там поддерживать разные проекты культуры, которые будут там в Амстердаме, в Вильнюсе, в Праге и так далее. То есть, я думаю, что это очень-очень нехорошие сигналы, потому что это такой дает сигнал психологический, что все, в Белоруссии мы ничего не можем сделать. Ни мы, ни международное сообщество. Давайте сейчас будем заниматься диаспорой. И это очень ложный и очень тревожный сигнал. Но на самом деле это действительно ложное восприятие через социальные сети, потому как я был участником и должен защитить организаторов. Как раз значительная часть была посвящена и тому, что происходит в Белоруссии. И рефрена все время звучала. А что мы можем сделать для тех, кто... И ответ. Вот вы задавали мне, и какой ответ был. И ответ был в том числе, была часть дискуссии, которая была посвящена проблеме политзаключенных. Что можно делать. И с донатом я вижу каждый день, я открываю и вижу. Вот проблема, начиная от таких очень грустных, когда погибают, я не могу сказать, даже умирают в тюрьме люди, и белорусы там за два часа решают вопрос, как организовать достойные похороны этого человека и так далее. Выходит человек, и я сам занимаюсь этим вопросом, выходит человек, и многие не собираются выезжать из этого концлагеря. Они остаются и будут что-то там делать. Что это не вопрос публичного обсуждения на диаспоре, где есть выход в интернет-пространство и так далее. Но помощь белорусу, белорусу, это то, что стало одним из трендов. Да, но это жутко звучит, когда вы говорите про вот с похоронами можем помочь, а помочь тем, которые внутри, с инициативами и так далее, но сложно. И это опять, как бы, я понимаю, как действуют там международные фонды более-менее. Я говорю о белорусах, и я говорю о том, что мы делаем сегодня. Но это важно, потому что сейчас мы живем в таком пике международного внимания для Беларуси, как это было где-то там в 2011-2012 году, когда мы видели скачок финансирования для белорусского гражданского общества. И трагедия уже и тогда была, что много чего, как бы, было про финансирование за рубежом, непосредственно в Беларуси. Там были даже такие идеи, что давайте будем регистрировать много фондов, организаций, инициатив белорусских, потому что нужно юрлицо. А в Беларуси типа не можно, да. И в этом плане создается такое ложное ощущение. И многие в международном сообществе думают, ну вот, приехали белорусы, попросили финансирование на гражданского общества. Мы там дали полмиллиона или два там миллиона, кто как, какие страны по своим возможностям и так далее. И если это не доходит до Беларуси, для белорусов в Беларуси это очень плохо, да. Но это не проблема белорусов. Почему? А так кто говорит про то, где деньги должны идти? Ну, говорят об этом. Есть Цепкало, там есть другие, которые хотят создавать какие-то комитеты контроля и так далее. Поэтому это тоже есть, если про это разговор. Я говорю о другом. А на самом-то деле зеркало, оно вот искривленное зеркало в таком подходе. Потому как то, что ты делаешь сегодня в Беларуси, ты не будешь говорить в социальных сетях. Ты не будешь об этом писать. Правильно. Но второй вопрос. Когда закрывают политические партии внутри страны, их уже нет. Вот с мая их не будет. Естественным образом они появятся, а активность их будет проявляться и в Вильнюсе, и в Варшаве, и так далее. Это естественное состояние. Потому как это фидбэк такой власти. Вы решили закрыть, уничтожить их, но это не так. Это иллюзия, что вы закрываете внутри страны. Они будут иметь активности. Условно говоря, в посольство Молдовы никто не ходил 20 лет. Но вот я думаю, что там в июне, в июле могут появиться активисты, которые могут прийти с портретом Статкевича, Козлова и так далее, и просто сказать этой власти, напомнить. Поэтому нельзя здесь однозначно вот так сказать, мы смотрим в бинокль и не видим этой активности. Нет, это не вопрос или-или, ни в коем случае. Но это баланс. И этот баланс также, ну то есть приезжают представители Европарламента, встречаетесь с разными международными сообществами. И я тоже как бы очень часто слышу от разных деятелей из разных стран, что в Беларуси уже ничего невозможно. И вы тоже говорите. Почему невозможно? Нет, ну вы же начали с того, что концлагерь. Концлагерь. Концлагерь, да. Это нельзя создавать иллюзию, да, что у нас... Так правильные акценты надо делать. Я понимаю, что как... Они абсолютно реалистичные, это зеркальное отражение. Мы в бараках, но и люди должны понимать, что в бараках можно что-то делать. Я говорю свою историю, которая там была полтора года, находясь на окресте. Но у меня было как минимум там человека три разговора с ними. Они говорят, я вот этой глупости, почему я сюда попал, больше не допущу, да. Я выйду, я не буду контактировать ни с какими международными организациями, ни с каким сообществом. Даже с вами, Анатолий, не буду иметь контакт. Но я буду делать что. Я знаю что. Но я не хочу подставлять других людей. Я хочу думать о безопасности. И это есть. И это происходит. Иначе не было бы конвейера судебного, который каждый день... Я не знаю ни одной страны. Но меня в этом убеждать не надо. То есть я... Это просто реалистичная ситуация. Но вопрос, но вопрос, ну то есть если ограничить... И где-то в Варшаве было восстание. Но оно может быть один раз. Если мы имеем некий масштаб. Если мы говорим о точечном сопротивлении, то нормальный человек, нормальный человек, подчеркиваю, он все равно будет находить возможность этого сопротивления. Вы говорили про психологический аспект, да. Я думаю, что очень важно не создавать вот этот психологический барьер, забор. Что вот есть как бы... Что там как бы практически ничего не происходит и так далее. Наоборот, мы говорим, что происходит. И подбадривать, да, тщательно, да, без всех, соблюдая все меры безопасности и так далее. Но первым делом приоритет люди, которые внутри. Перемены может пройти только извнутри и так далее. То есть потому что акции солидарности, они хороши, если там надо как бы, чтобы проявилась какая-то политическая воля в этих странах. Ну, не знаю, если там в какой-нибудь условной Португалии, например, да, там есть большое давление по поводу там удобрений калиных. Мы это знаем, там, чтобы сняли эти... Чтоб там было давление, что там диаспора делала все возможное, что напряжение, то есть это вот делать какие-то акции солидарности, ну, не знаю, в Польше, в Литве, которые так много делают в плане... Это больше не про то, как воздействует на власть, на ту власть, там, в Вильнюсе или в Польше, а про то, что мы психологическое такое, что мы тоже что-то делаем. Пишем письма политзаключенным, что тоже важно, как бы с психологической точки зрения. Делаем какие-то акции, чем-то занимаемся и так далее. Но вопрос наверняка основной это, как выстроить эти финансовые мосты в Беларусь саму. Не только, когда бывают похороны, но когда нужны какие-то там финансовые потребности для какой-то местной небольшой инициативы. И мы не говорим про громадные какие-то деньги. Это происходит каждый божий день, и на индивидуальном уровне это может как бы работать. Но также посылать сигнал международным фондам и правительствам, что нам политическое давление по санкциям нужна. Финансовая помощь должен быть очень четкий баланс не для диаспоры, не только для культурных каких-то мероприятий культуры, концертов и так далее, а чтобы направлять все эти деньги в Беларусь для тех же самых правозащитников. То есть вопрос тоже, мы много говорим про политзаключенных и их условия задержания и так далее. То есть опять говорить четко, кто за это ответственно, не допускает правозащитников, не допускает послов или дипломатов международных стран. Какая организация за это ответственна в Беларуси, за посещение, которые могли бы это делать. Красный крест почему не работает? И это поднимать на международном уровне, потому что есть Красный крест в Дженеве, то есть есть деление Красного креста везде-везде практически, включая и в Беларуси. Да, вопрос, почему они бездействуют, ничего не делают и так далее. Ну то есть ряд вопросов, где я думаю, что давление может делаться даже не только на кошельки Лукашенко, что должно быть, но и те, которые должны заниматься своим делом. Структура ООН тоже там есть внутри Беларуси до сих пор. И это давление должно идти по всему периметру. Мы уже затронули целый ряд вопросов, связанных с правозащитной деятельностью. Вот 21-го, это день солидарности с политзаключенными в Беларуси. Что еще ведь можно добавить вот в этот перечень? Я напоминаю, ведь Юрконис, наш сегодняшний гость, и у нас сегодня вот такая, мне кажется, очень открытая, откровенная дискуссия. Что можно еще делать для белорусских политзаключенных? Что можно делать конкретно в этот день? Ну, у нас была инициатива где-то там 10 лет тому назад, когда мы искали крестных в литовском парламенте, потом в европарламенте. С этого момента уже есть ряд схожих инициатив всяких. Но я думаю, что очень-очень важно, как бы не только про цифры говорят, которые ожесточающие и так далее, когда ты говоришь про там тысячи политзаключенных, но также и говорить про конкретные истории. Чтобы мы, чтобы политики в Европе не только видели статистику, но знали конкретные истории. И их очень много, да. И это не только те самые яркие лица, которые там были, там Колесникова, Бабарико, Цихановский и так далее. Но там есть же, мы знаем, даже подростки. И как бы есть рядовые какие-то активисты, правозащитники те же самые. Так вот, так и я вот думаю как раз на этот день подбодрить пару литовских политиков, парламентариев, которые бы взяли эту ответственность на себя, наблюдали за конкретным политзаключенным, то есть писали про это и письма писали им и связывали с родственником, потому что эта солидарность очень важна. Другое, что мы знаем, что приближается момент и уже видели точечные попытки на возможный там торг, переговоры и так далее. Не знаю, готовы ли гражданское общество, правозащитники, международное сообщество на это, потому что это очень сложный этап. И мне кажется, опять, когда мы видим давление из Португалии по поводу калийных удобрений, для любого разговора предусловием этого должно быть, ну, даже не обмен. То есть, я думаю, что если Португалия даже думает всерьез, что такое возможно, как бы должны быть отпущены самые уязвимые, то есть политзаключенные, которые имеют хронические заболевания, которые уязвимые, ну, то есть там и пенсионеры, и подростки, и многодетные, таких же очень много. Мы говорим про сотни людей. А не станет ли это таким стимулом? Отпустили в обмен и направить новых? Это так или иначе будет. Ну, то есть, и в этом плане я понимаю, что позиция и офиса Светланы Тихановской должно быть и международного сообщества отпускать, выпускать всех, но также никто же не будет сердиться, если одного или другого выпустят. Ну, то есть, мы уже видели, и там, где были граждане иностранных стран, там, 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 Швейцарии, там были же журналисты Радио Свободы, были граждане США, которые были выпущены, то есть, это уже началось, прецеденты есть, и это очень сложный процесс, и очень, и самое важное, наверняка, на что будет стараться играть, как бы, белорусский режим, это на некий, опять, искать точки возможного раскола, разделяя властвы и так далее. И очень-очень важно в этом плане тогда держать фокус, чтобы не отвлекаться, что задача отпустить всех, как бы, но этот процесс может идти и, там, некоторыми этапами, но любые-любые переговоры по любым вопросам вообще невозможны без первого предусловия, без первого шага со стороны режима, просто без никаких условий просто отпустить самых уязвимых. И мы говорим про сотни людей, которые самые уязвимые, не про конкретных, как каких-то персоналей, личностей. Каждый из нас проявлять может это опять найти родственников, ну, белорусов самих диаспора, мы же говорим про десятки тысяч, сотни тысяч людей, то есть у них точно есть знакомые политзаключенные или родственники политзаключенных, или друзья политзаключенных, и как-то точно передавать финансовую помощь. Опять куча бизнеса, который релацировался, и айтишники, и не только айтишники, которые могут нанимать на работу тех же самых родственников, политзаключенных. Опять, это не должно быть суперпубличной работой, это не пияр, но мы знаем, что есть компании, которые до сих пор работают и платят налоги в белорусский бюджет. Единственное оправдание этому было бы, если бы они нанимали на работу как бы родственников политзаключенных или тех, которых выгоняют из работ из-за политических аспектов политического преследования. Так что пространства для работы много-много-много, но фокус надо держать, а какие задачи мы решим, то есть наблюдать за тем, что происходит 9 мая или вот со здоровьем у Лукашенко, хорошо или плохо, можно, да, но основное это конкретные шаги, что можно сделать, конкретный план, и я думаю, что за 3 года, которые прошли, много чего можно было сделать. Ну что ж, время летит быстро, информативно. Мы с Витисом Юрконисом, руководителем Freedom House, преподавателем Ленинского университета, известным в Беларуси человеком, известным не только в гражданском обществе, но и среди очень специфических белорусских структур. Сегодня говорили, дискутировали, обсуждали. Думайте, думайте, это полезно. Не все темы мы затронули, мы коснулись, мне кажется, очень важной темы политзаключенных, 21-го, день солидарности. Пожалуйста, пишите в комментариях ваши предложения, ваши идеи, как можно привлечь внимание и внутри Беларуси, в первую очередь. И за ее пределами к этой болезненной проблеме, потому что мы говорим о советских тюрьмах. Это не тюрьмы Швейцарии, Литвы или Польши. Это ужасные тюрьмы, в которых по-прежнему действуют инструкции с 30-х годов. Подписывайтесь на наш канал, пожалуйста, не забудьте поставить лайк. Это важно для того, чтобы эту передачу посмотрела как можно большее количество людей. Ну что же, видите, Ачу, Ачу Лабей. Я думаю, что у нас еще состоится один разговор ближе к избирательной кампании в Литве. Мне хотелось бы тоже поговорить о белорусах, которые здесь и которых достаточно много, порядка 50 тысяч. И про все плюсы и минусы их нахождения. И может быть, мы сформулируем некие предложения, которые кто-то возьмет на вооружение. Так что до следующей встречи. Договорились? Да. Хорошо.